Мы хотим заниматься городом! Спорткомплекс «Шелковый путь», располагающийся по улице 9 января, неожиданно на бумагах стал рестораном, который власти решили снести. Между тем, это единственный спортивно-оздоровительный комплекс в этом районе. Как же так получается, что в стране была принята программа «Здоровая нация, здоровая Россия», а на местном уровне спортивно-оздоровительный комплекс, находящийся в идеальном техническом состоянии и соответствующий всем нормам, хотят снести. Мы решили выехать на место и посмотреть, как все обстоит на самом деле. В данном районе и вообще в городе у нас мало спортивных секций для детей. Здесь, по крайней мере, 3-4 вида единоборств, вообще на миллион человек. Если было бы от государства такие места, где можно было побегать, попрыгать, покачаться, поотрабатывать приемы, технику, тактику, пообщаться с людьми, не где-то в подворотнях, а где-то в спортзалах, не только ребятам, но и девчатам, вот таких должно быть заведением больше, тем более от государства. В данном случае нету, мало их. Вначале постройте, потом сносите. Нам очень жалко, если все это снесут. Вот у нас детишки здесь занимаются 4 раза в неделю, нам и время предоставляется, вот команда, и в соревнованиях они участвуют. Егор, у тебя сколько медалей? 12 медалей у него уже. Вот здесь занимается, и прогресс вот налицо. Два года человек занимается. Так вообще тяжело, вообще с детскими полями у нас в городе. Мы ездим либо в северный район через пробки, там нигде не встать, ничего. Там постоянно одна команда играет, другая в очереди стоит. Вот так вот все. А здесь вот все, здесь все просто, просто приятно здесь заниматься детям. Детей много, есть любительские клубы, которым надо тоже заниматься где-то. Чтобы все это создать именно официально, все тяжело. У нас в России всегда все, очень много всяких подводных камней. Поэтому, ну, мы вот ушли за нашим тренером из другого клуба. Мы тренируемся, мы хотим быть с ним. А найти места именно вот по времени, это нереально. Везде все расписано, да, есть стрела рядом. Но туда зайти очень тяжело. Там все хорошее, все хорошее время расписано под своих. И чужих туда практически не пускают. Либо, если есть какие-то варианты, то тоже очень дорого. Ну, обычно смертные не потянут. Мы писали президенту Российской Федерации. Мне пришел ответ на электронную почту, что на данный момент эти все вопросы должны решать Воронежская область. То есть туда отправили мое заявление. Дальше я не знаю, что будет. Хороший зал, тепло, комфортно. И поэтому, если снесут, куда нам идти, мы даже не представляем. Потому что мы ушли за своим тренером, как говорили. И он пытался найти другие места. Но везде все занято. В Воронеже очень мало места, где можно найти поле, и чтобы было место. Если снесут спорткомплекс, то наши дети решатся возможностью заниматься спортом. Мы хотим заниматься спортом! Неужели нашему городу хватает одной олимпийской чемпионки? И мы так и не реализуем потенциал двух тысяч спортсменов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok